пообщаемся дима здорово до рома так не на привет привет так светик привет ирина привет так давайте по вопросам пробежимся что там нахожусь в геленджике погода классная море ужасная грязная сегодня выезжали на банане в открытое море там вода нормально чистенькая возле берегов грязная людей много в санузле нет на балконе димас просто ребенка уложил сижу на балконе вот лёшка шпаков привет на балкончике вот такой вид из окна геленджик горит и на свет тут денег не жалеют привет привет миланка привет миланка давай подключайся слышь по пообсудим этом с тем и списывался там у вас какие-то новости на поляне вообще непонятно это давай поговорим что там происходит на поляне ты можешь говорить миланка напиши давай совместно сделаем эфир миланчик я знаю что на поляне уже можно разговаривать ты уже тоже можешь прямые выходить так что давай давай как это подключить тебя пожалуйста сделать модератором выйти в прямой эфир пришел запросами привет уленька привет присоединилась на то привет нам так привет миланчик что-то там не разберешься плюсик но спасибо за сердечки ну милан что там с тобой что там с тобой давай просоединяйся привет 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 я почему-то не могу отправить запрос на подключение я тебе отправляют запрос смотри выйти в прямой эфир с милана вяземских а вот ими запрос кинул принять привет здорово милан рассказы какой-нибудь на себя наложил а то я без макияжа сейчас ой боже как дела да все отлично ничего загораем как бы ну так знаешь посеки про то что вот так вот нет не очень людей много машины я вообще видел что там дерутся блин и я с теме писал тема говорю что там но антон с этим свадом подрались а чё не подрались сегодня сегодня такая драка была просто я такого не видела честно ни разу ничего в общем все началось с того что я тебе сейчас вкратце объясню короче владос ксюху за жопу схватил ксюху а антону они что вместе что они сидели вместе ну где-то было ваше там бокс не бог что-то был там это да я сидели за ручку то я уделяю хотя недавно хотя недавно но я видел что антон записывал там что типа ну и и там за жопу тиску типа когда на этом на ты гонишь ты гонишь и говори говори ну типа я с ней не буду типа это мужики за жопу там крестики нолики играют туда-сюда а тут они вместе уже любовь в общем да давай рассказывать антон накинулся на влада за то что он зажег да не было никого в этот момент рядом они начали драться ну как драться это даже скорее антон начал избивать влада он ему выбил зуб да повредил губу него все мухши он шепелявит до залетели парни мир никто не понял что происходит в итоге барзиков накинулся на дубровского безусно барчиков на дубровского на кинулся а потому что когда когда забежал барзиков держали антона три парня и глад его стоял и бил сверху и ванька думал что типа избивают ну что что дубровский избивает антона и он на дубровского накинулся там никто ничего не понял что происходит мы все прибежали в один момент мужской дабы мы не поняли кто с кем дерется я сначала подумал что безус антоном дерутся я видел там это что безус наоборот разнимал а барзиков кого-то сверху лупил на не понял кого значит он это дубровского дубровского да дубровского а потом безус еще и на барде на барзиково типа дубровского его отнимал тоже там как-то замахнулся вот короче капец вчера девчонки новые пришли сегодня одна ушла вот какие наработанные девчонки кому они пришли к безусу и к тиграну вот и чё а какая осталась которая безусу пришла или к тиграну осталась которая к безусу пришла эрэн она такая прям дама офигенская приятная очень умная да она взрослая 32 ей вот мы тут с тобой сидим болтая нам там так-то комментарии пишут предпочитать что пишут кто виноват виноваты все в этой ситуации я считаю что виноват и антон и дубровский и ксюша никто здесь не прав в этой ситуации зимас пишет неплохая мадам миланка вообще классно такая провокаторша по последним эфиром миланка ну она еще на своем топе чё на провокатор да конечно конечно не провокатор я просто высказала свое мнение и все драку покажут в эфир конечно покажут нам сегодня еще и на лобном показали мы что мы хотели посмотрел нам показали на лобном как вообще все началось мы-то думали что дубровский реально его задевал что он реально просто как антон сказал что дубровский стоял ему в лицо говорил да я твою девушку за жопу трогал вот вот а на самом деле просто залетел антон и начал прям сразу его пасить ну дубровский еще я тебе скажу что он как бы ты на лобном не было в пятницу когда я ушел этот черкасов начал типа ну и на меня типа на тигра на тигра на тигра не на этом на гранда и на дубровского типа высидите ничего не делать типа не с кем отношения не строится но видно дубровский активизировался после этих слов начал хоть что-то появляться может быть привет из гомеля привет но антон тоже такой знаешь он ничего молодой шальной как бы ему тоже стаканы подбить чуть-чуть показать свои эти эмоции да вот все пишут что у вас случилось сегодня но ребят сегодня был очень сложный очень сложный день на самом деле потому что помимо того что вот была эта драка еще пришли две девчонки к одееву сегодня к одееву пришли а чё сэн а чё сэн а чё сэн сегодня уже сегодня вторник а приходит в понедельник просто в гости пришли типа и скорее всего останется одна из них вот с ней типа колесников и сегодня говорили что рокировку буду делать на двух девчонок на старых на колесников сами нет мне не не стал саню и все думали что будут две девочки старые уйдут и оставить четверых новых такая такая жизнь была вчера корейсников ухаживал за новенькой за одной сегодня другой речки активизировали ребят смотрите кто пишет что нам нельзя рассказывать раньше эфира мы можем рассказывать после того как опубликовано в каких-то пабликах в пабликах дома 2 в телеге и в инсте уже опубликованы те новости про которые я сейчас говорю поэтому про них я рассказываю то что не опубликовано я сейчас соответственно ничего не рассказываю на самом деле сегодня было намного больше жести кто нравится колесникова ему нравится новая девочка которая сегодня пришла я не могу на все отвечать на самом деле поэтому извините пожалуйста те кого кого что-то интересует почему не разобрался ваня не знал кто с кем дерется он просто забирал и видит как сильно дубровский бьет антона и он естественно летел на дубровского что тот антона не бил ваня не знал что происходит саша спрашивает что ты ушел ты знаешь что ты бы не ушел на голосование если я знаю я знаю я знаю мы же с одеем делали прямой тир как бы но я потом узнал что против него девять человек проголосовала но я честно я ну ты знаешь я миланске рассказал я выгорел вообще полностью просто я ходил бессмысленно из угла в углу как бы но и и просто не знал чем себя за себя занять как бы ну ну да полина которая пришла к одееву она не хочет оставаться здесь если когда вот вы пишете что я тихо говорю я постараюсь говорить громче мне просто очень горло болит милана так хорошо выглядишь спасибо сани все хорошо антон с ксюшей да вместе новой девочке максим понравился скорее всего да ну она вроде как хочет остаться арины стемы да кто-нибудь в изоляторе нет кстати антона не посадили в изолятор за это а голосовали не нет не голосовали речь шла о выгоне с проекта вот но сошлись на том что антона платит компенсацию лечение полностью владу и как зубы вниз а у него вот эти вот два они как будто туда ушли назад они не сломались они погнулись вот соответственно там десна все разорвано ну слышно они так помирились нормально общаются уже кто антон с добровский нет конечно ты чёрт не антон просто извинился перед ним вот они не общаются человеком общаться не на ночь договорились как-то что он там или налогом сказали что он оплачивает приняли решение за зубы он просто извинился и они догасались на том что будут антон будет оплачивать все владу я думаю что влад поедет в хорошую какую-то клинику не будет экономить на клинике не будет экономить как мне кажется у самых лучших врачей все сделают вот и вставить себе что-нибудь хорошее но уже тоже писали вы бы смотрелись вместе с сашей отличные пары мы с тобой не ребят не шутить так больше кто был прав в этой драке никто а не нет ни с максимом максим за ручку сидел с какой-то блондинкой да с новой девочкой это даже не новая девочка это просто девочка в гости к нам приехала и ходеев обманул и сказал что типа на дачу поедете ко мне с бассейном они приехали они приехали в такой простой дачной одежде с полной уверенностью что они на дачу приехали на поляну приехали это было очень смешно новая они пока не понятно какая интересная нельзя так шутить да так шутить нельзя я с тобой согласна мальчик написал кстати который придет ко мне скорее всего сюда поэтому шутить уже никак не нельзя слышать что там у вальность кристина нормально уже до помирились я прямой эфир веду с сашкой а кто там привет мы передашь кто там наташка она выздоровела нормально да выздоровела ну иди сюда чё ты ну так ну помахай хоть ручкой что ты как это ну он хочет тебя увидеть ой волосы распустила где на голове привет саш я тренируюсь ну так здорово ооо какая ты красотка слышишь рано рано я ушел как дела да потихонечку с малым застусим в геленджике а ты в геленджике уже? да мы с тобой когда я тебе звонил в аэропорту был в минеральных водах и прилетел сюда ты в краснодар вроде говорил что едешь в минеральные воды а в мин воды да точнее да и вот я там переночевал и сюда приехал в геленджик вот в понедельник был тут уже Кристина чего орала как бешеная она была возмущена поступком Антона что он так жестко он даже не драка это избиение ну мне кажется что это избиение вы как бы видела он просто его избил почему ушел этот парень если вы про одного скину я сейчас в виду эфир сашей он там захотел Ксюша провоцировала эту драку Ксюша не знаю что делала не думай что ты будешь проходным билетом на проект нет не думаю я сказал что к тебе да он уже написал он возмутился что он возмутился что я веду прямой эфир сашей а он здесь и встал да он сейчас в эфире привет привет ты не переживай что я веду прямой эфир сашей я все равно тебя люблю да мы же на расстоянии если не общаемся почему да не просто сейчас в прямом эфире мальчик который ко мне придет ну я думаю что он сейчас здесь наверное вот и ему неприятно что я веду с тобой эфир да ну он придет на проект и у него много неприятных ситуаций ты его подготовила говорю к проекту ты же знаешь что там все быстро раздувает там мастер спорта по боксу там все там все схвачено поэтому будет меня защищать наконец-то так почему дубровский не стал драться ну там у дубровский был в таком положении он лежал как будто на полу ну практически лежал и антон его сверху просто бил мне кажется почему кстати влад даже не выстал не хотел или не мог ты как опытный человек он не стал не стал ну видите власть поступил умнее он не стал даже ответ на его бить ну потом конечно стал но в этот момент нет но он лежал тот его ударил и у него сразу кровь изо рта пошла и он лежал и что-то там говорил ну то есть типа давай давай бей меня вот так вот он говорил да как горин отреагировал на новую девушку Максиму никак здесь здесь отлично а а а а что сделать ой сколько у меня тут комментариев я даже не не вижу все эти девушки остались на проекте или домой поехали они пока что здесь но я думаю что одна из них точно он едет а а а почему девушка не хочет остаться с Идеевым потому что она не знала что она приедет на телепроект она сказала что она не знала и она была не готова к этому я парень отвечает мне понравится кто сделал первый шаг Ваня или Крис не знаю если честно много девушек кто уйдет как думаешь Наташа или Алина или Клава я вообще пока ничего не могу думать за три дня может все измениться но в первую очередь я не хочу чтобы уходила Наташа к тебе мальчик идет да а если парню который к тебе придет понравится другая на проекте много симпатичных девушек не понравится ну тут за меня уже ответили да он ответил за себя да вижу вижу что за новая девушка у Максима просто сегодня пришла в гости на поляну думала что приехала на дачу а приехала на телепроект и походу останется снова московская за Антона топит видишь а за Антона топит говорю ну правильно сделал нет в любом случае что бы ни говорил Влад это был не повод ему зуб человеку выбить вы понимаете ну да нужно сначала разобраться вообще что там произошло как бы Антоха молодой горячий парень сразу летит напролом сейчас кошелек опустоширует а ты знаешь что у них вчера с Тиграном в ринге была драка у кого Влада у Влада ой у Антона из-за чего Антон вчера Тиграна избил в ринге также из-за Ксюши а сегодня Влада два дня подряд он там вообще выдаёт службу что Влад сделал Влад потрогал Ксюши и дал Владу отвечаю ребят все спрашивают что сделал Дубровский он Ксюху так вот за булочку схватил прям жамкнул правильно все сделал Антон ну нет неправильно кто топ-3 на проекте как думаешь ну значит первая вот говорит сейчас с вами Милана вторая вот тебе в Телефонии у меня нет градации по топам ребят я же это бесплатно как там корешки корешки нормальные мужиков все вон там ищет выехать хочет она же выезжала я с ней общался когда я улетал в воскресенье она в городе была любой бы парень нормально дал лицо тому кто лапает его девушку на тот момент Ксюша не была его девушкой Ксюша разрешила сама нет Ксюша не разрешала это другая ситуация ребят это не та ситуация которая была на конкурсе где на ней краски рисовали с Дубровским это другой день и другая ситуация вообще никак не связанная с краской и со всем остальным он просто сам ее взял за жопку с Амониной ни с кем у Миши с Аленой все хорошо они не ругаются Тигран хороший человек да согласен Арина приехала Арина ребята капец мы тебя ждали блин долго Арина это это Гранда да девушка короче приехала Аришка это девушка Тема блин такая классная девчонка просто я так от меня кайфую Тема девушка Артема Гранда я здесь Ариша я здесь сейчас приду я сейчас пять минут а? ну я понял я понял я видел в пятницу она пришла да мы просто мы просто решили сделать суши запеченные вот эти гунканы типа самостоятельно она привезла краба с Камчатки и палтуса копченого тоже камчатского настоящего вот и мы сейчас будем краба разделывать короче делать все какую-то хуже с Тиграном почему Антон пробирался потому что Тигран Ксюша ножой рисовал Наташа ни с кем Наташа со мной как дела с Кристиной с Кристиной у нас нейтралитет мы друг друга не цепляем никак ничего не происходит Тигран щегнул новенькую и ее выгнали да а Тигран что с новый был что ли ну мы не знаем точно было ли у них волшебство но мы процентов на 90 уверены что было и он сегодня сказал что у него не зажглось у него что-то почему-то и никому не зажигается то есть он с этой соленки там что-то это не зажглось может он все уже на пенсию да может и на пенсию инста новенькой Ани нет у меня вообще ничьей инсты нет я с этой Ани даже лично еще сегодня не общалась она весь день проводит с Максимом Арина казашка я не знаю кто Арина по национальности но она родом с Сахалина то есть по факту она русская у нее возможно корни какие-то есть не знаю какие но она с Дальнего Востока он любит белую да кто вылетел из конкурса никто на прошлой неделе не вылетел Аня не вылетела мне что-то говорили что Аня вылетела ну Аня Аня должна была Аня должна была вылететь Арина позови меня когда вы это освободитесь слушай ты можешь начинать я все выложу Арина все сейчас начну так вот должна была Анька уйти вылететь из конкурса но ее оставили типа большинство голосов было против Ани вот ее оставили все равно белая не вернется у Ирены пока ни к кому симпатии у нее была колесникова но он так вот сегодня мерзко поступил покажи Арину ну где то вон там вот где где то там она короче блин у меня резко заболела голова а у вас в пятницу будет женское голосование да женское ладно я пошла готовить все Миланочка давай рад был тебя видеть слышать а ты когда сюда я блин да я вот я вообще не понимаю я не знаю честно я должна была еще вот на этой неделе которая была почему Саша ушел потому что он сам захотел уйти вот спасибо да я не знаю когда я приеду честно я вообще сейчас не понимаю что происходит и вообще в какой то пространстве как это правильно называется блин не в себе вот поэтому друзья всем спасибо кто смотрел Саша рада была да давай взаимно давай Миланочка я еще десять минут тоже пойду давай я побежала давай всем привет передавай давай на связи все да давай спасибо давай так друзья кто тут остался давайте доболтаем пойду тоже ложиться рядышком сыночком обниму вот пообщались с Миланкой спасибо ей большое за эфир что подключилась узнали новости какие произошли у нас на поляне драки 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 любовь любовь и драки я ушел из проекта потому что ну да подустал ходить туда-сюда как бы вот и решил ну поехать своими делами заниматься надо в Беларусь вот семинар сейчас будет у нас 4 сентября в Солигорске будут Кристина где Кристина на поляне вроде бы Влада присоединилась привет Влада вот такие вот дела много дел тоже тут за периметром поэтому вот надо все делать скоро на Кипр лечу в сентябре так что кто хочет тоже давайте присоединяйтесь на Кипре будем устраивать вечериночки там клуб открылся прикольно возле моря куда Милана едет да ей нужно по делам сюда в это не в Денаморск а в Кабардинку что-то здесь у нее какие-то дела но она давно собиралась я ей говорил что в Геленджик поеду она говорит он как раз она в Кабардинку съездит там по работе какие-то у нее вопросы не закрытые ты был достойным участником порядочно да но как бы видите ну там что происходит драки я как бы таких не люблю конфликтных ситуаций и поэтому не вызывал каких-то конфликтных ситуаций ну а там видите как бы чтобы быть делать эфиры делать как бы яркость там видите без драк никуда как бы Натаха меня чуть-чуть натаскивала по боксу тренировала но все равно не любят драться как бы это нужно в другом месте для этого есть спортзалы спортсмены драки а там строить надо любовь и отношения а там тяжело строить отношения ну как бы они быстро строятся ну тяжело потому что видишь там посмотрел не туда там когда ты ближе ну как бы что-то кому-то помогаешь и они все начинают это провоцировать как-то измена как еще что-то ну да короче не передать словами вам поэтому я за периметром так ну что дорогие друзья тогда чтобы общались мы с Миланкой ты был достойным участником фан Миланки ага спасибо да читал уже угу ну что дорогие друзья тогда хорошего вечера спокойной ночи будем двигаться дальше полечу дальше я наверное в Георгиевск скоро поеду там побуду недельку две наверное нет дней десять и полечу в Беларусь а в Беларуси кто там есть уже встретимся мы в Беларуси в Минске буду пару дней потом в Солигорске в Новополоцке там уже мы встретимся так что вот дорогие друзья вопросиков нету будем прощаться спасибо кто был в эфире всем спокойной ночи будем на связи буду выкидывать новые видосики следующий эфир наверное не знаю посмотрим с кем-нибудь сделать тоже ребят попрошу и выйдем в прямой эфир и узнаем какие там новости на поляне то всем спасибо обнимаю целую до встречи спасибо спасибо